Пересмотр ядерной доктрины, договор с КНДР и переговоры с Украиной. Владимир Путин сделал ряд заявлений по итогам своего визита в Ханой. В частности, он заявил, что переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, но без ультиматумов со стороны Киева. Прокомментировал президент договор с КНДР. По словам Путина, он заключен на смену прежнему, в нем нет новизны, но в новых условиях он выглядит остро. При этом Путин отметил, что Южной Корее не о чем беспокоиться. Визит Путина во Вьетнам широко освещается западными СМИ, и пусть не на первых полосах, как было с его поездкой в Северную Корею, но довольно подробно. О чем пишет мировая пресса? Владимир Путин предложил переговоры Украине и обещал идти до конца. Также вступился за КНДР и предостерег Южную Корею. Президент России провел пресс-конференцию по итогам визита во Вьетнам и Северную Корею и сделал ряд значимых заявлений как по региональным, так и глобальным вопросам. Среди прочего, Путин сравнил санкции в отношении Пхеньяна с блокадой Ленинграда, назвал их негуманными и призвал мировое сообщество к их пересмотру. Также президент прокомментировал публикации южнокорейских СМИ об угрозе для Сеула от нового пакта между Москвой и Пхеньяном. Переговоры с Украиной российские власти готовы начать хоть завтра, но без ультимативных требований со стороны Киева. Владимир Путин о пересмотре санкций против КНДР. Как известно, я родом из Ленинграда. И что переживала Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают. Это блокада, когда людей морили голодом. А что сейчас происходит в Северной Корее? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить, скажем, ограничения, связанные с трудовой миграцией, это как-то странно выглядит. Это к чему ведет? Ведет к тому, чтобы семьи не имели возможности где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? И разве это гуманно? Нам нужно, конечно, все вместе подумать на тему о том, как и что нужно менять в этом санкционном режиме. И вообще соответствовать ли вам требованиям сегодняшнего дня. Об отсутствии угрозы для Южной Кореи. Южная Корея, Республика Корея не о чем беспокоится, потому что наша помощь в военном сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавшей этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении Корейской Народно-Демократической Республики не планирует. А значит, бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости. Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. И надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи. Об ответе Запада на предложение России. Что касается реакции наших западных так называемых партнеров, я как раз и ожидал именно такой реакции. На первом этапе. Но что будет позднее, это время покажет. В зависимости, все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле. Я не уверен, что вот такое отношение к сделанным нам предложениям будут сохраняться вечно. Уже сейчас слышны голоса некоторых политиков, которые говорят о том, что да, может быть, это ультиматум, да, избыточные требования, но отказываться нельзя, нужно подумать и разобраться. О готовности к переговорам с Украиной. Не мы же отказались от переговоров. Украинская сторона сама себе запретила вести переговоры. Не мы, мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных форм, а на основе тех договоренностей, которые, я еще раз это хочу повторить, были достигнуты в ходе непростых переговоров, полуторамесячных переговоров почти в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. Хоть завтра. О том, что Запад сменит Зеленского. Просто на Западе не хотят его сейчас менять, время не подошло. Я уже говорил, но это, мне кажется, очевидно для любого человека. Это очевидно. Значит, на него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста. И все, а потом поменяют. Я думаю, что это будет, ну, где-то в первой половине следующего года. О готовности России идти до конца. Они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Вот что это означает. А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика. Поэтому я думаю, что те, кто так думает, а тем более так говорит, совершают очередную большую ошибку. Вьетнам принял Владимира Путина вопреки критике США. Президент России посетил Хануй, подписал соглашение об углублении партнерства и пригласил президента Вьетнама на 80-летие победы в Москве. По результатам визитов к НДР, стороны подписали новую версию оборонительного пакта, который связывал страны во времена Советского Союза. Главные итоги азиатского турны Путина подводит политолог Георгий Бовт. Во-первых, что, видимо, были какие-то попытки куларных переговоров с Западом, о чем мы, кстати, и говорили накануне швейцарской конференции и связывали именно с их провалом ужесточения позиции Запада, в которых разрешил использовать бедновольное оружие по России и так далее и тому подобное. Видимо, вот тогда все это действительно и состоялось, о чем мы предполагали. Дальше, в общем, Путин ужесточает свою риторику, в связи с тем, что он говорил недавно, может быть, не в последнюю очередь на фоне ярких впечатлений от своего визита в Северную Корею и затем в Вьетнам. Наверное, можно сказать, что это его вдохновило на новые заявления и селило определенную уверенность в том, что он делает еще больше, вернее, повысило эту уверенность. Как можно оценить реакцию на договор России с КНДР со стороны Южной Кореи и Запада? Сеул, по-моему, очень обеспокоен. Ну, естественно, обеспокоен. Северная Корея уже давно играет в повестке международных отношений роль такого плохого парня, который то ракету запустит, то ядерные испытания проведет, то еще что-нибудь учидит. Вот они там в последние месяцы, недели, вернее, упражнялись тем, что на воздушных шарах там какой-то мусор отправляли в Южную Корею. Очень такой креативный плохой парень. Ну и тут вот Россия заключает с ним фактически оборонительный союз. Причем стилистически вот та самая статья взаимной помощи, она практически слово в слово повторяет действительно договор, заключенный в 61-м году Хрущевым и Ким Ирсаном. Поэтому, да, естественно, реакция медийная и политическая, соответственно, она такая, что чуть ли не завтра начнется там война какая-то и так далее. Для Южной Кореи, конечно, северная традиционная угроза, равно как и южная для северной. Поэтому и реакция такая острая. Я думаю, что Южная Корея теперь на чем-то тоже ответит, хотя бы из принципа сохранения лица, и может пойти на то, с чего давно от нее добиваются американцы, начать поставлять на Украину так называемое летальное вооружение, которое она, судя по всему, до сих пор не поставляла. Вроде бы даже были заявления, что она пересмотрит как раз это решение после того, как... Ну вот они сейчас, да, и будут пересматривать. Ну и, наконец, Вьетнам с его многовекторной политикой. Каков итог политический и экономический визита Путина в Ханой? Визит был призван перезапустить российско-вьетнамское сотрудничество. Там много наработок, но в то же время много проблем. Вьетнам состоит главным в том, что Вьетнам – это очень динамично развивающаяся азиатская экономика, причем с подчеркнутым акцентом на развитие новейших технологий. Туда вкладывают огромные деньги западные ведущие корпорации, в том числе высокотехнологичные. У них огромный товароборот с Америкой, и объем инвестиций только в прошлом году за один год прямых иностранных инвестиций превысил 36 миллиардов долларов. В России в этом плане пока что мало что можно предложить, хотя там есть наработки. Также зарубежнефть давно работает во Вьетнаме еще с советских времен. Были очень прочные связи в военно-технической области, в поставках вооружения. Вьетнамская армия в основе своей имеет советское и российское вооружение. Но после февраля 1922 года Вьетнам приостановил сотрудничество военно-технической области. Изговор о том, что оно может возобновиться, давайте посмотрим, пока это разговор. Я не думаю, что так откровенно Вьетнам начнет действовать про нарушение соответствующих санкций. Это был политолог Георгий Бофт. После объявления России и КНДР об оборонительном соглашении, власти Южной Кореи анонсировали новые санкции. Как сообщает агентство Рюнхаб, ограничения затронут 4 российских корабля, 5 организаций и 8 физлиц, которых Сеул считает причастными к транспортировке оружия и нефти между Россией и КНДР. Также Южная Корея намерена расширить список экспортных ограничений в отношении России. В него войдут более 200 новых пунктов. Итоги визитов российского президента в Пхеньяна и Ханой активно обсуждаются в мировой прессе. Поездка Владимира Путина во Вьетнам широко освещается зарубежными СМИ. Пусть не на первых полосах, как было со взбудоражившим западную прессу визитом президента России в Северную Корею, но довольно подробно. Основной лейтмотив Ханой дружелюбно принял российского лидера, несмотря на выпад Вашингтона по поводу предоставления платформы для Москвы. Однако, как отмечает BBC, США едва ли этому удивлены. Общественное мнение во Вьетнаме во многом безразлично к российско-украинскому конфликту, страны связывает история сотрудничества, а в политическом квартале Ханой до сих пор стоит статуя Ленина, у которой ежегодно возлагает цветы делегация вьетнамских чиновников. При этом BBC полагает, что положиться на вьетнамские власти Россия едва ли сможет. Хотя Ханой не стал осуждать действия России и воздерживался на голосованиях в ООН, в экономическом плане США и ЕС имеют огромное значение для Вьетнама, поэтому он продолжит лавировать между полюсами силы. Тему развивает сингапурский СНИ. Как напомнил один из собеседников телеканала, у стратегии Вьетнама есть особое название – бамбуковая дипломатия. Подход Ханой состоит в том, чтобы со всеми дружить и гнуться, как стебли бамбука под геополитическими ветрами, но не сближаться ни с кем настолько, чтобы стать кому-то другому врагом. Тема визита российского лидера в КНДР третий день остается в повестке мировой прессы. Гардио считает, что прямая помощь КНДР в программах вооружений знаменует значительный сдвиг в политике России после окончания Холодной войны. Китайская Global Times указывает, что Москва и Пхеньян показали миру, что они не одиноки и не боятся западной стратегии по их изоляции и введению санкций. Independent пишет, что США и их азиатских союзников встревожило сближение двух стран и что их разведки пытаются выяснить, какие ракетные или даже ядерные технологии Россия может передать Северной Корее в обмен на боеприпасы. Bloomberg обращает внимание на то, что у Северной Кореи теперь появляется союзник с ядерным арсеналом, который его поддержит. Россия теперь может использовать свое право вето в Совете безопасности ООН, чтобы заблокировать любые новые санкции, в то время как Ким Чен Ын продолжит преследовать свои ядерные амбиции. Wall Street Journal сообщает, что американская разведка поражена скоростью степени укрепления отношений России с Ираном, Северной Кореей и Китаем в сфере безопасности с начала конфликта на Украине. Реакции Южной Кореи на предостережение Владимира Путина по поводу поставок вооружений Киеву не поступало. Украина и Запад пока не отреагировали на повторное предложение России о переговорах. Продолжение следует...